Эта фотография была Майкла Шиверса, это наш бывший директор ассоциации собственников квартир. Два года назад, в августе, его расстреляли в офисе. Пошла одна женщина и его убила, а перед этим она застарила еще одного человека до смерти и второго ранила. Женщина с Камеруна, которую несколько дней назад объявили, что она не в состоянии принимать и воспринимать, обвинения, которые к ней будут предъявляться, то есть ее объявили сумасшедшей. Ну вот, я быстро расскажу историю, почему для меня это дело важное. Кроме того, что Майк сам был великолепным человеком, мне так жалко, что его убили. Но у меня есть подозрения совсем другие, связанные с моей мамой. И не только с моей мамой, но и с моим отравлением два года назад. Когда его убили, он уже несколько месяцев не работал в нашем здании. Но когда он работал в нашем здании, мама еще была жива. И он взял абсолютную заботу в случае, если моя мама выйдет куда-то. Они мне звонили на работу, мама твоя вышла, приезжай, быстро ее забирай. А мне шесть минут было ехать до работы. И практически он был замечательным человеком. Мне очень, говорю, повторяю, мне очень жалко, что его убили. Но у меня есть подозрение, что смерть не просто так пришла к нему. Конечно, люди могут сказать, да, этот человек занимается только конспирациями. Но первое, я не признаю смерть матери сейчас, как будто она естественная. Я считаю, что смерть моей мамы была насильственной. Она была связана с импульсным оружием и импульсной технологией, которую в свое время мой отец получил патент. Патент был, но он никогда не получил ничего связанного с патентом. Здесь замешаны очень большие деньги. В какой-то игре, видно, была в Африке. Она работала в Африке со своим болгарским мужем несколько лет. Там тоже были люди. Такие ситуации, которые не были очень приятные. Но это было много лет назад. Это было 40 лет назад. Мой отец умер 30 лет назад в Харкеве. 30 лет спустя после него что случается с мамой. Так вот, в августе, два года назад в августе, я получил отравление. Отравление, которое меня чуть не выслало на тот свет. И только мое знание альтернативной медицины мне помогло. Значит, одно из ситуаций я рассматривал как вероятное отравление, попытка отравления. Я как-то вычислил вещи различные, в сущности, мы пришли к мнению, что если меня хотели отравить физически через еду или через напитки, им нужно было войти в квартиру. Пока мы все на работе. Тогда мама еще была, но она была уже больная, так что люди могли входить, как хотят, а потом сказать, что она просто не соображает. Так вот, две недели после того, как отравление у меня было, как я сказал, Майк Шиверс был на работе. И женщина с камеру на это входит и убивает его перед этим, убивая еще одного на улице, который также работал за это предприятие, еще одного человека, которого для сих пор, между прочим, не объявляют, кто это. Но он остался живым, то есть, застрелил три человека. Она застрелила три человека. И что, конечно, эта ситуация вызывает подозрения, это для меня вызывает подозрения, потому что очень много совпадений. Просто, почему вызывает подозрения, это то, что независимо, что Майк Шиверс ушел работать в другое место, у него была информация за год с чем-то, который он работал здесь, в нашем здании, и он всегда мог видеть, кто входит в мою квартиру. Ситуации иногда бывают такие, что вам могут прийти, показать документ и сказать, нам нужно войти сюда-сюда, вот прокурор. То есть, кто-то, может быть, входил в мою квартиру, просто меня проверить или что-то, я не знаю. А вот Майк Шиверс, он знал, если что-то было, потому что он командовал всем зданием, и всеми служителями, которые работали в здании. То есть, он мог оказаться свидетелем того, просто, чтобы кто-то мне влез в квартиру. То есть, если кто-то мог влезть в квартиру раньше войти, а потом кто-то мог спокойно влезть в квартиру, когда меня отравили. То есть, этот человек мог быть просто свидетелем, то есть, его могли убрать как свидетеля. Даже о вещах, которые стали раньше, да. Что бы было, как было, я не знаю, потому что мы уже не можем проверить. Майкл мертв. Это мне дало абсолютное решение уезжать отсюда, с Атланды, потому что я больше после смерти Майкла Шиверса, я не чувствую себя, как сказать, в безопасности здесь вот так. А смерть мамы, это просто углубило это чувство. И практически закрыло даже размышления, выбор будет или не будет. То есть, просто нужно собирать манатки и уезжать. И последнее время, то, что работает надо мной, моей квартирой, над меня финансами, только усиливает это чувство, что я могу оказаться, как я говорю, на улице, где могут меня просто, со мной просто расправиться. Кроме того, еще выходит другая информация, которая связана с маминой работой в Анголе и поездки ее в, не только работа в Анголе, но и поездки в Теню. Ну, окей, спасибо большое. Я закругляюсь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.